доброе утро дорогие друзья приветствую всех на духовном завтраке сегодня я бы хотел вспомнить слова нашего господа которые нам передает евангелист матфей его беседа с учениками и навеяно это короткое послание мое тем что происходит сейчас вокруг тем что наполнено чем наполнено информационное пространство и христос нас предупреждает о том что на самом деле подобные явления будут как некие признаки того что конец на самом деле близок и однажды у христа ученики спросили а будут ли какие-то внешние признаки конца света и его пришествия это что им отвечает христос матфея 24 глава он во первых говорит в пятом тексте что многие придут под именем моим будут говорить я христос многих прельстят и вот дальше интересно также также услышите о войнах и военных слухах смотрите не ужасайтесь ибо надлежит всему тому быть но это еще не конец и что здесь интересно во первых здесь словно некое предупреждение что действительно чем ближе к концу тем больше будет различного рода ситуации которые будут наполнены как сказано здесь военными слухами информации о начале войны и так далее но что важно для нас как для верующих во всем этом мы видим что христос говорит о том чтобы верующие люди не боялись не бойтесь ибо надлежит всему тому быть не ужасайтесь действительно порой до начинаешь задумываться о перспективах что если действительно война начнется и как это коснется лично меня моей семьи моей страны знаете мысли могут рождаться разные вот то почему христос нас призывает чтобы мы словно не впадали вот в это состояние велись у него на поводу и не поддавались панике и страху также интересно сказано что это еще не конец лично я глядя на эти слова вижу здесь что здесь словно сказано что на самом деле действительно люди порой рождают страшное зло одно из которых война но последнее слово всегда будет за богом и в истории мы нередко видели как зло рожденное человеком при всем ужасе которые с собой приносят это зло в конечном итоге бог удивительным образом промыслом обращает для удивительных своих каких-то целей и в конечном итоге добрых перемен давайте в это время непростое не будем придавать сердца свои страху лучше будем объединяться в молитве выступая в роли миротворцев которые пред богом будут этим голосом голосом мира призывающим к тому чтобы не было войны молиться о мире молиться о людях которые затронуты этой ситуации непосредственно и самое главное давайте верить и доверять и пророчествовать что последнее слово она не за правителями этого мира она за нашим господом иисусом христом пусть бог благословит нас достойно прожить это время которое мы живем будьте благословит нас достойно аминь